Развивать и приумножать. Нижегородская область продолжит сотрудничество с Италией в промышленно-экономической и культурно-образовательной сферах. К такому соглашению приходят вице-губернатор региона Евгений Люлин и чрезвычайный полномочный посол Италии в России Паскуалли Терачано. Наши взаимоотношения на хорошей стадии находятся. Но, конечно, мы договорились о том, что бизнес должен еще более активно работать. Договорились о том, что будет в ближайшее время бизнес-миссия итальянства в нашей нижегородской земле. Посол Италии в России выражает надежду на сотрудничество в сфере бизнеса, культуры и образования. Отмечает Паскуалли Терачано и то, как меняется столица Приволжья. Господин посол был в Нижнем Новгороде в 1998 году. Говорит, город не узнать. Ваш город очень-очень сильно изменился. Я вижу, ваш город очень современный. Я уверен, что с такими темпами развития ваш город станет одним из самых развитых и современных городов Европы. И Италия очень хотела бы принять участие в этом процессе. Из Нижегородского Кремля посол отправляется в Дзержинск на завод с итальянским участием по производству металлургического оборудования Даниэля Волга. Инструктаж по технике безопасности прослушен, кэски выданы. Для Паскуалли Терачано проводят экскурсию, показывают оборудование, рабочие места сотрудников и хранилище готовой продукции. Это предприятие открыло более 100 рабочих мест со средней зарплатой выше, чем в области. Проект реализуется при поддержке правительства Нижегородской области, поэтому пользуется налоговыми льготами. Всего за прошлый год экспорт нижегородских предприятий в Италию вырос более чем в полтора раза. Александр Шеломцев, Екатерина Васильева, Михаил Горядников, Виталий Кудрявцев. Время новостей.